Привет, друзья! Да-да, это я, Позарт, и я делаю снимки Человека-паука. Знаете, я уже второй день пребываю в шоковом состоянии. Вчера вы могли видеть в своих любимых новостных группах ВК такую новость, что российские фанаты Марвел возмущены голосом паука и составили петицию. И помните, когда я тогда записывал видео со своим мнением о новом паучке, и я в его концовке пообещал составить петицию, и да, я не наврал. Она была составлена в тот же вечер или на следующий день, уже не помню. И поначалу петиция меня приятно удивила, ибо за первый вечер мы смогли собрать где-то 300 или 400 подписей. И я прям так воспрял духом и думал, что еще так пару дней и тысячу соберем, а там и две. Но не получилось. За недели три, что петиция висела в шапке группы, ее еле как подписали в 800 человек. И потом мы просто убрали этот пост и даже как-то забыли о ней. И вот вчера, да, просто как гром среди ясного неба. Сам comicbook.com пишет о нас новость на сайте. Hollywood Reporter требует объяснений от него фильма и Marvel, а мы пребываем в состоянии шока. Вот знаете, именно в такие моменты понимаешь, что время, в которое мы живем, уникальное. Любую проблему можно решить и придать огласке, как у нас и получилось. Да, у петиции сейчас почти 4000 подписей, что не очень-то уж и много. Но знаете, когда мы ее создавали, нашей основной целью было поднять шумиху, но поднять в России, чтобы в Невофеме узнали. Но, блин, признаемся, мы сами-то не ожидали, что дойдет до того, что аж в саму Marvel постучаться. И еще более неожиданным стало и то, что об этой петиции вообще заговорили, ибо она была создана месяц назад и где-то с 20 мая мы вообще о ней нигде не писали и нигде не упоминали. Как о ней узнала западная пресса для нас до сих пор остается загадкой. Напоминаю, что ссылка на петицию есть в описании к ролику и если вы хотите, то вы можете ее подписать. Итак, ну информацию я вам сказал, а вот теперь я хотел бы сделать что-то вроде обзора дубляжа Паука. И перед тем, как начать, я хочу защитить Владимира Канухина, это голос Паука в России, если что, и защитить именно как человека. Потому что после выхода фильма в ВК есть просто куча скринов, как ему стали писать в личку, мол, чувак, ну, нам не понравилось, мягко говоря. И знаете, вместо того, чтобы закрыть сообщения, слать всех куда подальше и блокировать их, он всем отвечал, что да, он это понимает и самое главное, он исправится, он поработает над собой. И блин, после этого я реально начал уважать парня, ибо он не ведет себя как тупой дебил, что в наше время редкость. Однако это человечность, отношения к людям, отношения в интернете, а вот дубляж это другое. Но перед этим я хочу сказать, что вчера, когда новость прокатилась по пабликам, оказалось, что очень многие сменили свое мнение насчет голоса Паука. То есть, когда противостояние только вышло, разница в не понравилось-понравилось была вроде 80% на 20, сейчас как-то 60 на 40. И признаться, после того, как я сам пересмотрел сцены с Пауком в экранке кучу раз, ну, да, к голосу привыкаешь. Но это вообще суть людей, ведь мы адаптируемся и привыкаем к любым новым условиям. Однако, все-таки, давайте разберем озвучку. Знаете, читая вчера комментарии, я заметил, что многие пишут, что, ой, да вы хоть слышали себя-то в 15-16 лет, у всех такой голос. Так вот, я рекомендую вам зайти в любую школу, в любой, 8, 9 или 10 класс, ну или, блин, да даже сыграйте один матч в той же КС или Доте. Нет, ну не такой голос в этом возрасте. Но теперь перейдем к Паучку. Блин, к сожалению, я не могу вставить в это видео даже аудиодорожки из сцен с ним, ибо фильма еще нет на DVD и Blu-ray. А это значит, что если бы я вставил аудиодорожки, то это значит, что я фильм спиратил. Да, в ВК и на Ютубе аж отдельные куски валяются, но их никто не блокирует. Зато если я их вставлю в свое видео, то мне тут же прилетит бан от Невафильма или российского отделения Marvel. И еще одно, да, что там много всего получается. Ну так вот, те, кто пишут, что эй, а вы в оригинале-то голос слышали, там же вообще кошмар. Так вот, друзья, в оригинале у него идеальный голос. Правда, посмотрите ролики из игры Ultimate Spider-Man или посмотрите серии из мультика Новые приключения Человека-паука в оригинале и сравните. Голос идеален. Именно такой голос и должен быть у Человека-паука-подростка. Чего не скажешь Анаша. Во-первых, он сам по себе довольно странный. Многие пишут, что он на девчачий похож, но, как по мне, это больше голос эстонского порно-актера из глубинки, нежели девочки. Вот реально, я не понимаю, где вы там девочку услышали. По-моему, понятно, что мужской просто реально он странный. Потому что акцент. Это во-вторых. Да, снова. Привет, Эстония. Он так странно говорит. Вот там реально очень много всяких ох-ах-че-ще. Это какой-то очень странный говор. Серьезно, вот у актера указано, что он живет в Москве, но такое ощущение, что в Прибалтике. В-третьих, окончание. Владимир Канухин их зачем-то съедает. Серьезно, он весь фильм говорит, обрывая фразы. И если в речи Питера это еще прощается, то когда начинаются экшн-сцены, и когда паучок начинает говорить скороговорками, то реально становится непонятно, чего же там паук лепечет. К сожалению, да, вот так кратко и это все, но вы просто поймите, что я не могу привести примеры, ибо, ну, забанят видео. Была бы сейчас DVD или Blu-ray версия, то я бы устроил сравнение Холланда и нашего паука, и вы бы, что называется, прочувствовали бы разницу, это я вам честно говорю. И знаете, самое удивительное, вот еще что. В сцене после титров голос паука, ну, слушабелен. Да, такого слова не существует, но это правда. От голоса дубляжа уже не хочется закрыть уши. Он, я бы даже сказал, неплох. И это странно. То ли эту сцену они записывали на другой день из нескольких дублей, то ли что, ибо фильм, судя по всему, записали с одного дубля и минут за десять. Кроме того, возвращаясь к вчерашнему информационному взрыву, оказывается, что Владимира назначили сами Марвел. То есть, нет, это не Блад, это не чей-то сынок или знакомый, а он действительно был назначен парнями из-за океана. Но знаете, мне кажется, что Марвел руководствовались именно схожестью его голоса с голосом Тома. Ну, давайте будем честны. Их голоса реально очень похожи. Но все-таки я бы на месте тех, кто назначал актера озвучки, попросил бы его озвучить пару сцен. Ну, там, послушать интонацию, акцент, дикцию и прочее. И на оценку озвучки пригласил бы какого-нибудь русского человека, чтобы он сказал, годно это или нет. Ну и какой же вывод можно сделать? Знаете, да, после повторного просмотра фильма к голосу привыкаешь, но давайте не будем лгать себе. В противостоянии он ужасен. Актер писал, что обязательно исправится и, эх, я думаю, парню можно дать шанс. И для этого даже не придется ждать выхода возвращения домой, ведь где-то в ноябре-январе появится первый трейлер фильма и уже из него мы поймем, одержал из своего обещания Владимир Конухин. Хочется верить, что у него все получится, но пока имеем то, что имеем. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok